МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, друзья! С вами программа «Развитие успеха». И мы два, Николая Лукинский и Николай Башкеев. Наши гости не из будущего, а из настоящего. Это люди, для которых в жизни больше «да». И напрочь отсутствует «нет». Они повернули дорогу своей судьбы к успеху. И сегодня наш гость – тренер высшей квалификации, обладатель черного пояса 4-го дана по панкратиону Дмитрий Баннов. Добрый день, ребят. Добрый день. Дмитрий Баннов – тренер высшей квалификации по разным видам единоборств. Начал спортивную карьеру в 1979 году в секции «Самбо». Совершенствовал спортивные навыки в секциях дзюдо, бокса, ушут, хэквондо, каратэдо, рукопашном бою, кикбоксинге, тайском боксе, джиу-джитсу, панкратионе и атлетической гимнастике. Практиковал тренерскую деятельность в разных направлениях боевых искусств. Стаж тренерской работы – 30 лет. Бронза – чемпионата мира по панкратиону, обладатель черного пояса 4-го дана и организатор турниров среди профессионалов. Дмитрий, ты начал свою карьеру в секции «Самбо» в далеком 1979 году как спортсмен, а потом окажется, что это тебе дало еще возможность стать тренером. Расскажи про тот период, о чем тогда мечтал маленький Дима Баннов. Я сейчас даже, наверное, не могу сказать, что я о чем-то мечтал. Я просто хотел заниматься спортом. У меня старший брат занимался, мне всегда было скучно, он ходил на тренировку и оставался дома. Попросился, он взял меня один раз с собой, тренер пустил в зал. Я был самый маленький в группе, потому что группа начиналась примерно с 12 лет. Мне давали отдельное задание, я работал, тренировался отжиматься, учился в УФП, ковырки. Такого, скажем, на тот момент каких-то мечт у меня не было. Потом, да, спустя какое-то время я уже начал мечтать, конечно, о победах, хотелось кого-нибудь забороть. Ну, это любая мечта любого мальчишки, который приходит в аналогичные секции. Стороны семьи какая-то поддержка, наставления именно по спорту были? Всегда. Перед каждыми соревнованиями папа мне обязательно давал ложку меда. Он говорил, это как у медведя, если он мед не поел, он теряет силу. Съешь ложку меда, значит победишь. Не съешь, значит проиграешь. Дим, читал твое резюме, и тебя можно сейчас назвать профессором единоборств. Я даже зачитаю. Самбо, дзюдо, бокс, карате, тейквондо, рукопашный бой, кикбоксинг, джиу-джитсу и атлетическая гимнастика, культуризм. То есть все эти направления ты изучал. Для чего? Ну, начнем с того, что мне нравилось. Для меня тогда это очень важно было, потому что я искал себя, о чем вот Николай спросил, почему. Назвал меня профессором. Я именно искал, я изучал, я читал очень много литературы. Сейчас проще, многие открыли YouTube, посмотрели и уже считают себя специалистами. Мы все, чтобы понять, мы прочитав это в газете, в рукописной книжечке, в какой-нибудь самоиздате, мы все пропускали через себя от и до. И когда мы понимали, как действует прием, мы могли сказать, что да, он работает или он не работает. То есть именно касаемо лично меня. Потому что у нас, у троих, мы сидим сейчас, общаемся, у каждого разная антропометрия. И то, что могу сделать я, не каждый из вас может повторить. И наоборот, я не смогу сделать то, что сможете, например, выполнить вы. И это надо учитывать. И как и боец, и как тренер. Дмитрий, и вот в этом, наверное, и весь твой успех. Потому что в этом году 30 лет с момента твоей тренерской деятельности и тот опыт, который ты получил, изучая все эти бойцовские направления, ты сейчас применяешь на практике. Как раз под разных бойцов разной антропометрии можно составить свою уникальную программу. Вот и задумывался ли придумать, издать или выйти в тот же YouTube со своими рекомендациями, как подготовить того или иного спортсмена? Конечно, мысли такие были, они есть. Но, честно говоря, я пока не готов это выполнить только по причине того, что я все-таки работаю с живым материалом. Как бы это ни звучало, конечно, груз. То есть я работаю с живыми людьми, которым я даю это. И, честно говоря, тратить время на вот эту, скажем, самопопуляризацию или вот это продвижение, пока у меня не складывается. Книга. Николай, я правильно же хотел сказать, что-то написать. Здесь нужен материал. Это должна быть последовательность. То есть это нужно подготовить целую. Ну, диссертация. Будет это звучать так. То есть это нужен целый цикл, который от будет переходить к следующему этапу, к следующему. И тогда нужен цикл программ. То есть человек, взяв в середине, он не будет понимать, почему это, не посмотрев в начало. Деталь важна. Не всегда сюжет. Деталь этого сюжета важна. Если мы ее опускаем, то мы в конце и не поймем смысла истории. Так и здесь. Только поэтому я пока не занимаюсь этим. Дмитрий, в конце 90-х годов, в начале 2000-х появилось такое направление, как Панкратион. Вообще, ты предвидел, что такое направление возникнет? Ну, здесь я маленько предысторию поправлю. Панкратион появился задолго до 90-х годов. В 88-м году проявили первый чемпионат СССР. По Панкратиону. По Панкратиону. Он прошел в Прибалтике. Но в Новосибирске появился позже. И в Новосибирске как раз он в начале 2000-х годов. Он в Омске уже до этого существовал. А в Новосибирске тогда проводились очень часто соревнования по рукопашному бою, по джиу-джитсу, по боевому дзюдо, где ребята выступали без защитной формы. И на тот момент ребята, выступая без защитной формы, в маленьких накладках, терпя сильнейшие удары, начинали выступать в Панкратионе, в котором было одно великое отличие от современного. Возрастная группа 9-17 лет. И делились только весовыми категориями. Представьте, какой воспитывался дух у бойцов, когда 10-летний тяжелый мальчик выходил практически с призывником, который через несколько дней мог уйти в армию. ему исполнится 18, и он уйдет. На сегодня ему еще 17, и он выступает. И вот это закаляло дух. И практически все сейчас топовые бойцы России, кто выступает в профессиональных промоушенах, практически все прошли через два направления. Это армейский рукопашный бой и Панкратион. И профессиональный Панкратион по формуле 12 плюс 3. Это самая тяжелая форма, которая существовала вообще за всю историю. 12 плюс 3, поясните. 12 минут основного времени без подсчета очков. То есть только чистая победа. Если за 12 минут не выявлялся победитель, то есть не было сдачи, сабмишена, нокаута или тому подобное, добавлялось дополнительное время, где уже боковые судьи считали очки. И за 3 минуты могли вынести решение. Либо, опять же, чистая победа, либо решение о суде. Дмитрий, по поводу учеников хотел задать вопрос. То есть где находил таланты? Работая детским тренером, в основном ко мне приходили подростки, там, юноши, девушки, которые... Которым было интересно. И вот в этом процессе понятно, что приходит много, но остаются единицы. И волевые качества проявляются практически сразу. Именно не качество победителя, а волевые именно к тренировкам, к перспективе, что через один начинает сразу побеждать, другой долго-долго не побеждает. Но характер, воля и трудолюбие, что является основной, неотъемлемой частью победителя, будущего, оно потом начинает проявляться. И вот отсюда я и находил эти таланты. Самые твои лучшие воспитанники? Ну, я, наверное, сейчас назову несколько человек. Это Михаил Сарев, наш, скажем, российский боец смешанного стиля, всем известный. Мастер спорта по рукопашному бою, самбо. Ну, он вообще является, скажем, мировой легендой, потому что он дрался и в таких промоутерах, как Белатер, и КСВ, и практически во всех российских. Асхат Акматов, заслуженный мастер спорта, единственный в России по парадхе Квандо, являясь на сегодняшний день членом паралимпийской сборной России. Пархомин Канино, серебряная призерка чемпионата мира 2018, мастер спорта по спортивной борьбе. Я назову это человеком маленько уникальным, потому что спорт для него – это хобби. Это Виталий Сидоров. За три года тренировок он поднялся на высокий уровень. Три раза становился золотым чемпионом мира по панкратиону среди ветеранов. Это достойный показатель. Причем он когда-то был одним из соперников моих воспитанников много лет назад, но не занимался тогда стабильно и регулярно. Сейчас он просто пришел, пришел опять же, просто позаниматься в секции, рядом с домом и остался навсегда. Насколько раскрытие бойца зависит от таланта тренера? То есть или это пополам? Личное качество бойца плюс теоретическая база, которую дает тренер? Я бы даже, наверное, поделил это на три части. Потому что тренер, родитель и спортсмен. Потому что если, как в известной басне Крылова, мы будем все тянуть в разных направлениях, ничего не изменится. Тренер задает направление. Родители и спортсмен должны помогать ему в этом направлении двигаться. Они не должны мешать, они должны поддерживать, они должны понимать. Спортсмен должен исполнять любые указания, любые требования тренера. Но тренер в силу своего опыта, своих знаний, он должен понимать, когда выставить на те или иные соревнования, чувствовать готовность. Иногда просто даже обнять, дать возможность поплакать. И бывает, что спортсмены, атлеты, переступая черту зала, особенно на начальных этапах подготовки, заходят с теми проблемами, которые их окружают. Тренер должен найти нужные слова, нужные действия. И в чем-то даже являться примером для них, чтобы это исключить. То тогда процесс идет, и работа складывается очень хорошо. Если есть, конечно, недоверие, то я в этих случаях всегда говорю и родителям, и спортсменам. Возможно, я не ваш тренер. Идите, ищите своего тренера. Так тоже бывает. Если бы мы, как сегодня уже упоминал Михаила Царева, я не являлся у него первым тренером. Но те, кто были до него, они не смогли, скажем так, раскрыть тот момент, который бы дал ему толчок вперед. И он начал профессиональную карьеру уже со мной. И за три года мы не проиграли ни одного поединка с ним. То есть мы нашли вот это взаимопонимание. Он от взгляда понимал, что я от него хочу. Он психовал, злился на мои требования, на мои желания. Потому что одни делают вот это. И как мы сегодня уже говорили, а я ему давал индивидуальное задание, и он его выполнял. Но он делал, ему было грустно, переехав через весь город в спортзал. Он не со всеми, он почему-то один. Но теперь он один, а их... Они со всеми. Просто сидят и болеют за своего друга. Вот так. Ты открыл талант Асхата Акматова. Как раз про то, что мы говорили, что должно быть желание. Но когда ты сказал парню, давай тренироваться, для тебя было, наверное, открытием, которое, может, тебя даже отправило в легкий нокдаун, когда ты узнал, что человек, по сути, с ограниченными возможностями. Единственное, наверное, у меня за всю историю работы юноша, который имел нарушение опорно-двигательного аппарата. У него отсутствовала часть руки. Я не знал, что с ним сделать. Как быть? Как тренировать его? Потому что у меня не футбол, у меня все-таки рукопашный бой, панкратион. И у нас все-таки много элементов, где пользуются руками. Он сказал, не обращайте внимания, я буду делать все на равных. Если все отжимались 50 раз на двух руках, он это делал на одной руке. Пусть он делал это медленнее, но он делал именно 50. Если надо сделать еще какие-то упражнения, связанные с руками, он так же делал наравне. На тот момент я понял, что, вот как раз говорим о талантах, о том, что этот мальчик может больше. И в какой-то момент я ему давал возможность, я ходил, договаривался с судьями, с врачами, чтобы его на местных, региональных соревнованиях допускали, пока он был юношей. Потому что у нас нет пары направлений, к сожалению, до сих пор в наших единоборствах. И нужна была практика. Это как пловец без воды. И он выигрывал, и первые свои соревнования, он выигрывал большой турнир. Не выиграл, а занял второе место. И получил приз за волю к победе. Потому что он прошел достаточно сильных соперников, несмотря на то, что у него отсутствует одна рука в ударном бросковом спорте. И на тот момент, когда он уже подрос, я ему сказал, что дальше я тебе помогать не смогу из-за того, что врачи уже не пропустят. И если выезжать на соревнования уровня чемпионатов России, никакая комиссия, никакие диспансеры тебя не будут допускать. Потому что это уже вне всех нарушений. И посоветовал ему переквалифицироваться в тейквондо. Именно в олимпийское направление, потому что это большие перспективы. Там практически не используются удары руками. Именно в парах тейквондо. Тогда оно только начинало зарождаться. Как бы держа руку на пульсе. И как бы я выходец в ударной технике все-таки из тейквондо, я понимал, что его оружие – это ноги. Самое важное. И, как мы сегодня уже знаем, все единственные в России заслуженные мастер спорта. Четвертый номер мирового рейтинга, я считаю, в своей весовой категории. Это очень высокие показатели. Ну, конечно, спасибо братьям Дозорцу, тренерам, которые все-таки дальше помогли раскрыться его талант. Дмитрий, как тебе удавалось совмещать выступления собственные на ринге и то, что ты тренировал людей? То есть, получается, выполнял роль играющего тренера? Я еще в это время учился, воспитывал ребенка. И, как один сказал великий древний завоеватель, пришел, увидел, победил. Винни-виницы. Да. Если мы умеем планировать время, умеем планировать свои ресурсы, то любой человек может справляться и успевать. То есть, это очень важно. Это не касаемо нашей личной сегодняшней темы единоборств. Это касаемо и бизнеса. Вы одни более успешные. Почему? Не потому, что им везет, а потому, что они умеют ставить цели, умеют распределять задачи. Спортсмены любого направления, творческие люди. Мы все уложены в одни и те же рамки. Если в спорте делятся, то в жизни мы все 24 на 7 находимся. Единый стандарт, общий знаменатель, при котором никак по-другому быть не может. И сейчас ты вновь планируешь в свое время второе высшее образование? Да, совершенно верно. У меня первое высшее образование торгово-экономическое. И все-таки я планирую в ближайший год-два повысить свое, скажем, профессиональное направление. Я хочу закончить либо институт Лесговта в Санкт-Петербурге, либо Омский университет физкультуры. Пока еще, честно говоря, я не определился. Но для меня это как бы следующая цель в жизни. Я хочу, скажем, исправить некоторые пробелы, которые за 30 лет все-таки остались. Потому что, как мы в начале программы говорили, я все пропускаю через себя. Чтобы растить дальше и хороших людей, чемпионов и новых тренеров, которых, в общем-то, именно тренеров с большой буквы, или как на Востоке говорят, учителей, не чемпионоделателя, а учитель, то все-таки это надо еще некоторые моменты подучить. Дмитрий, ну и основная цель, мечта. Поделись, пожалуйста. Я хочу заниматься и занимаюсь тем, что мне нравится. И дай Бог, чтобы каждый человек занимался тем, что приносит именно удовольствие в первую очередь. Если ему приносит это удовольствие, значит, он на своем месте, он может, как мы только что говорили, добиться много всего и совместить очень многое в один промежуток времени. Или, как говорили древние, свернуть в горы. Дмитрий, пользуясь возможностью, хотели бы, чтобы ты показал нам мастер-класс, возможно, продемонстрировал один из эффективных приемов, которым ты обучаешь своих воспитанников. Хорошо, я готов. Я сейчас продемонстрирую один из самых эффективных ударов, который используют многие единоборцы. И в том числе и обучаю своих спортсменов, которые помогают им побеждать. Царев бил этот удар? Да, он много раз даже этим ударом побеждал нокаутом. Чтобы это было похоже на настоящий поединок, давайте начнем с дуэли взглядов. Я не боюсь тебя. Бой! Отсушил. Если бы это была челюсть, то она бы щелкнула точно так же. Как орешек. И сегодня у нас в гостях был тренер высшей квалификации, чей стаж работы уже 30 лет. Это Дмитрий Банов. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно было поработать, пообщаться с вами. Спасибо. Взаимно. А это была программа «Развитие успеха». И мы, два Николая Лукинский. И Николай Башкеев. Увидимся через неделю. Развивайтесь с нами, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова